Волонтеры Щелковского корги отряда Маруси и друзья снова приехали в Рязань. На первой встрече в Центре социального развития один из его подопечных, Женя, который не мог произнести ни слова, после общения с Марусей отчетливо назвал имя собаки. Чтобы закрепить результат, волонтеры подарили мальчику на день рождения щенка корги. Жень, ты доволен собачкой? После прогресса у мальчика Жени, который после общения с собачкой Марусей произнес свое имя, хотя до этого, кроме да и нет, не мог ничего выговорить. Сегодня мы подарили ему щенка, Вольсика, теперь он будет с ним играть, заниматься, чтобы и дальше у него все становилось лучше со здоровьем. Именно для этого мы сюда и приехали. Мама Жени Людмила Селина, которая вместе с мужем воспитывает пятеры. Детей отметила, что сын очень ждал собаку. Я ему говорю, скоро приедет Вольт, он счастливо улыбался, ждал собачку свою. Специалисты Центра социального развития отмечают, что благодаря общению с собакой у мальчика улучшилось эмоциональное состояние. Это позволит перейти на новый уровень реабилитации. Такой симбиоз собаки и ребенка произошел. Но и это не случайно, потому что это два равноценных, очень хороших друга. Огромная благодарность всему коргеотряду и главному вдохновителю Леониду Юрьевичу за вот такой неоценимый вклад. Подопечные Центра социального развития смогли вновь пообщаться с коргеотрядом и узнать больше о волонтерском отряде. Нам приехал коргеотряд. Ну и что происходило? Что тебе понравилось? Мне понравилось, как мы гладили собачьих. Я хотел бы, чтобы у меня был собак. У нас тоже есть собака дома, кокер-спинель американский. У меня тоже ребенок с ОВЗ. И завели мы ее, в частности, тоже из-за ребенка. Так как это на самом деле очень благотворно влияет на развитие детей. Я, например, даже не знала о таком отряде, но, честно, прям очень порадовала встреча. Я думаю, что очень многие родители сегодня почерпнули из этой встречи для себя много интересного. Процесс реабилитации особенных детей сложный, длительный. И порой с рутинными мероприятиями, занятиями необходимы какие-то яркие вспышки, вещи. Встречи с коргеотрядом, встречи с собаками, общение – это как раз те вещи, которые позволяют внести новое яркое в процесс реабилитации, ну и где-то его ускорить, где-то добиться результата. Сотрудники Центра социального развития надеются на новые встречи, чтобы еще больше детей с особенностями смогли получить положительные эмоции от общения с собаками. Мы хотели сделать праздник, праздник получился. Нормально, хорошо поработали, полный контакт, великолепный прием команды губернатора Рязанской области. Все сделали свою работу супер. Волонтерское движение «Маруся и друзья», использующие метод канистерапии, продолжат помогать семьям с особенными детьми. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.